И мы, дорогие друзья, внимательно прислушиваемся к этим вещам песнодельными. Перед нами как будто открываются две души – душа русского народа и греческого. И когда из Уранополиса, городка, везет соломников на вожделенный архон, перед ними раскрывается безгрежное море, веет бриз, летают чайки. И кажется, что вот эти внешне суровые, аскетические по своей мелодике греческие песнопения напоминают воды морские. И эти воды своим торжественным, мерным звучанием, то убывая, то преливая, входит в сердце в душу и неспешно очищает пространство сердца. Для человека, который знает лишь мирское и чувственное, может быть, необычное это звучание. Но если вспомнить, что душа создана для Христа, и Христос сияет в уме и сердце всякого, кто пользуется этими песнопениями как крыльями и восходит мало-помалу от зимних неба, то оказывается, что эти песнопения совершают свое очистительное воздействие. Они избавляют ум от окружения помыслов, сосредоточивают его на Христе, передают сердцу какой-то покой, тишину, которые так мало знакомы современникам, живущим в шумном мире. А русские песнопения, которые, несомненно, связаны древними греческими, являют особый лиризм русской души, как будто бы греческий голос мужской. А русские песнопения являют женский голос, исполненный, на самом деле, мужчинами. Такое богатство красок. Здесь может быть больше мажора, больше мягкости. И кажется, что душа, взращивая небесные растения и веры, мало-помалу воняет мугухами цветов, кротости, мира, радости, тишины. В греческих песнопениях слышатый сон. Это как будто вертикаль, которая соединяет душу с Богом. Этот песнопения похож на виноградную лозу. От нее отходят веточки, листья и душа. Слово-словие Господа выражает себя между тем, как всем своим существом тянется к небу. Напоминаю вам, дорогие друзья, что Москва сейчас трепетно стоит. И москвичи, все, кто приехал в стольный город, часами, часов не наблюдая, ждут своего череда, чтобы, пройдя мимо ковчебы с поясом Богородицы, прикоснуться к нему правой рукой. Наш народ издревле чтит этот пояс. Мы вспомним, что русские реки, Угра, Ака именовались нашими предками поясом Богородицы. Мы многим обязаны царицы небесной в нашей истории, которая представляет собой соплетение, как истории священной, так и гражданской. И поэтому, чуть только появится изморозь на стеклах, мы именуем ее узорочкой Богородицы. Взирая на Млечный Путь, в гречном виде он лучше, чем в России, наши предки говорили о том, что это млеко, молоко, по уровню матери, растекшееся по небосводу, когда она кормила своей грудью Христа Спасителя. Когда греческий ход будет завершать свое песнопение, вы услышите совершенно необычный распев, повторяющийся из нескольких слабых. Да, вероятно. Может быть, там нет какого-то смысла лексического, семантического, но предание утверждает, что это чистое дело, на пути в Египет, кормившая Спасителя, от своей груди была под покровом ангелов, которые пели свои тихие песнопения, как будто убаюкивая Бога-младенца. И древнейшая византийская традиция материализовала это ангельское пение, которое уверяет, успокаивает метущуюся душу. Традиции Великой Церкви, Софии Константинопольской, это повторение слабо, эта мелодия имела место тогда, когда монархи Василевцы укрытым переходом из своего дворца шли в церковь, чтобы принять участие в Великом Ходе перенесении предложенных дорог. Богослужения не было пауз, и поэтому эта мелодия всякий раз звучала, когда своими стопами монарх входил в Божий храм. А мы с вами еще раз поблагодарим Греческую Церковь, как отец Ефрем, здесь присутствующий, недавно сказал, этот корчет с поясом Богородицы и дар Афона русским женщинам, которые не могут вступить на удел Богородицы Богородицы не вели. Однако, именно благодаря русским женщинам наша Церковь выстояла огненные годы гонений, войны, и сегодня преимущественно женщины несут детей на руках, ведут мужей, дабы хотя бы на мгновение прикоснуться правой рукой к заветной святыне. Народ молится, молится о здоровье, молится о подрастающем поколении, и, может быть, нам дано сегодня прикасаться правой рукой к поясу Богородицы, дабы ее благодать сохранила и чело, и руку от печати Антихриста, который своими кознями пытается о путь сознания человека и отвлечь его от любви по Христу. Итак, еще несколько песнопений, посвященных Богородице благодарностью греческим собратьям, которые сегодня знакомят нас в древней византийской традиции церковного времени.